Всем добрый день! Это Никита Исаев и Свободная пресса и Открытая студия. Открытая студия, на которой мы обсуждаем самые злободневные вопросы и внутренние и внешние повестки. Вот сейчас у нас на повестке дня внутренний вопрос. На прошлой неделе, наконец-то, Владимир Путин раскрыл тот самый секрет Полишинеля и заявился в качестве кандидата в президенты Российской Федерации на период с 2018 по 2024 год. Собственно, фактически, наверное, будем считать, что выборы президента завершены. Основной вопрос, который сейчас стоит на повестке дня, что будет с тем самым правительством Медведева, который вот так тащит в течение шести лет с 2012 года. И вот, видимо, оно просуществует весь президентский срок Путина нынешний с 2012 по 2018 год. Хотелось бы обсудить итоги деятельности правительства Медведева и стоит ли этот чемодан нести с собой в следующий президентский цикл будущему президенту России Владимиру Путину, которого первый вице-премьер Игорь Шувалов уже объявил в качестве президента в мае 2018 года и анонсировал встречу с премьер-министром Японии Синдзяаба. Эти вопросы мы обсудим с Павлом Грудининым, директором совхоза имени Ленина, известным человеком, экономистом, предпринимателем, общественным деятелем, которые, собственно, вопросы экономики и внутренней составляющие, наиболее, на мой взгляд, экспертно и грамотно разбирает на нашем и российском телевидении, и в средствах массовой информации выражает свою позицию. Добрый день, Павел. Добрый день. Правительство Медведева. Какую оценку ставите ему за эти шесть лет? Ну, вообще-то я на протяжении шести лет ставлю ему оценку, и все время негативную. Вопрос в другом. Вы же сами сказали, мы знаем фамилию следующего президента. Но это не значит, что мы должны идти по тому же пути, по которому мы шли шесть лет предыдущие, и вообще-то все предыдущие, там, восемнадцать лет. И вы же знаете, что кто-то все время лихорадочно ищет выход из этого положения. Мы слышим о том, что создаются какие-то центры стратегических разработок, что поручается кому-то новая экономическая, скажем так, доктрина, которую должны вот-вот-вот, мы все ждем, когда же ее объявят, и никак ее не объявляют, и не говорят, куда же мы пойдем в следующие там шесть лет, и вообще, куда мы вообще идем и пойдем. И поэтому, мне кажется, тут главным все-таки вопрос не того, какой будет фамилия премьер-министра, а то, что скажет президент, ну, будущий президент, в качестве пути, по которому мы должны двигаться. А важно, что он скажет, Павел, ведь все это президент уже говорил перед своим нынешним сроком, в двенадцатом году, нам же обещали, что страна... Вот в этом-то и опасность. Вот интересная вещь сложилась, такая ситуация, когда мы, у всех апатия только по одной простой причине, мы ничего нового не ждем. Ну, действительно, на четвертом сроке дождаться чего-то нового, от, скажем, нового-старого президента, по меньшей мере странно, но, вы знаете, есть такое понятие, жизнь заставит. Вот вам заставят жизнь плавать, и вас бросят в речку, и вы все равно выплывете, скорее всего, или умрете. И вот следующий срок, в том числе и наших правительств, в том, что мы вообще оставим страну в качестве вот такой единой державы, или она развалится на куски. А что вас заставляет надеяться, Павел, что, возможно, что кого-то что-то сейчас заставят, в отличие от того же 2012 года? Вы же помните, какой был 2012 год? После Болотный народ вышел, не поверил в результаты, было отрицательное отношение, и вроде казалось, что вот именно сейчас Путин должен зачистить вот эти вот элиты, которые привели нас к тому, куда привели, ведь мы же понимаем, что экономический кризис начался не в 2014 году, а стагнация пошла еще в 2011-2012 годах, все показатели об этом говорили, вся эта экономическая игла. Почему именно сейчас? Ну, сейчас-то вроде все хорошо, мы встали с колен, растем там чуть ли не 2% или 2,5%, инвестиции, значит, прут, ваше сельское хозяйство там 6% в год плюсы показывает. Стоп, 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 вы помните, какая цена на нем была в 2012 году? Ну, думаю, что около 100. Ну, вот, и все, все вот это вот руководство, так называемое, в скобках, элита, она думала, что рассосется. И вы помните, какой был шок у них, они говорили, слушайте, при 80 долларах за баррель вообще мировая экономика разлетится в Тар-Тараре. Да. А нам главное объяснить, как там плохо будет, и на основании этого, что все враги. И они этот механизм просчитывали, ну, или там спокойно почивали на лаврах. И тут произошло несколько вещей, которые, вы абсолютно правы, стагнация началась гораздо раньше, инвестиции прекратились, и поэтому через 3-4 года вы не получите никакого эффекта. Но об этом они даже не думали. Самое страшное для них, им нечего стало, извините меня, пилить. На всех все не хватало. Заканчиваются все эти фонды, на которые уповали, да? И вот приходит время, когда волей-неволей придется что-то решать. Они уже начинают объявлять, что, значит, платное здравоохранение, платное образование, денег в бюджете нет, ну, слышите, да? А от того, что вы поменяете Медведева на Кудрина, или там, допустим, ну, того, что даже Бориса Дитова, вы в любом случае не добьетесь кардинальных изменений. Это надо понимать. Кардинальные изменения лежат в другой сфере. В теле того, что хватит уже делить людей на богатых, очень богатых и вообще нищих. Надо опять государственные, ну, скажем так, природные богатства вернуть в лоно государства и на это жить всем, а не конкретные кучки там вот этих вот олигархов. Надо сделать свободные выборы и справедливые выборы. Не должно быть такого, что все время известен результат. Хорошо, Павел, а вы слышите, вот чувствуете, ощущаете этот возможный посыл от Путина, от которого вы ждете этой политической воли, вот именно сейчас? Или вы продолжаете наблюдать все то же самое, что мы слышали? Раньше был Уралвагонзавод, он там выступал, делал заявление, сейчас Горьковский автомобильный завод. Раньше была, значит, молодежь одна, молодая гвардия, теперь это добровольцы, комсомольцы и так далее. Ничего ли, может быть, ничего не меняется? Все та же самая ширма. Ну, подождите, вообще в жизни ничего не меняется. Но только что вы говорите, что все должно измениться, потому что у них денег меньше, жизнь заставит, они должны провести реформы. И вот тут выбор-то уже определенный есть. Вы знаете, что если они этого не сделают, то, скорее всего, будет бунт, революция, неважно, как это назовут. Серьезно? Вы ожидаете даже такового? Я не ожидаю. Это, скажем так, полномерное развитие событий. Вот я за весной ожидаю лето, а за летом ожидаю осень. И если вы не даете возможности людям жить нормально, если 40% граждан за чертой бедности, если они тратят львиную долю своих доходов на ЖКХ, на оплату ЖКХ и на еду, рано или поздно произойдет взрыв. Никто никогда никого призывать на улицы выходить не будет. Ну, по крайней мере, существующие политические партии, какого бы спектра они ни были, никогда этого не будет. А вы что думаете, в 1917 году кто-то ожидал, что, допустим, в Петрограде голодные матери из-за детей выйдут на улицу, а полицмейстер откажется в них стрелять? В 1917 году была война. Первая мировая. Подождите, секунду. У нас тоже войны достаточно. Я о другом. Ну, мы сейчас не ведем такой масштабный. Помните, что сказал Ленин, когда характеризовал революционную ситуацию? Он сказал, низы не могли, а верхи не хотели. То есть, вы черного лебедя можете ожидать? Нет, секунду. Вы посмотрите. Платон, фермеры, которые едут, шахтеры, которые кричат, что зарплату не выплачивают, моногорода, которые встают, Москва, которая недовольна реновацией, выходит по каждому поводу. Это все-таки, это уже не революция, но это такие народные волнения. Где кто-то неправильно себя поведет? Помните, как расстрел ленских рабочих, еще что-то произошло, а потом это все вспыхнуло. Еще раз, никто не знает, но ситуация раскачана до предела. Это же видно. Реально. То есть, вы считаете, что народ сейчас, холодильник побеждает телевизор? Я считаю другое. Что первая часть уже есть, низы не могли. А вот верхи в феврале, посмотрим, как они себя поведут. Понятно. Потому что верхи тоже в сложном ситуации оказались. То есть, и это должно стать катализатором той политической воли к запуску не просто смены лиц, но и политических и экономических реформ. Я правильно вас понимаю? Давайте исходить из того, что в Кремле сидят тоже неглупые люди. Ну, согласен. Которые должны оценивать, ну, хоть, знаете, что такое управлять? Управлять значит предвидеть. Если они хоть как-то управлять хотят, они должны какие-то прогнозы строить. И прогнозы на сегодняшний день неутешительны. Слушайте, они управляют, как хотят сейчас ситуации. Губернаторы по 80% получают. Только приехал мальчик, полгода, значит, поездил на велосипеде, попиарился, 80% людей идет и говорит. Мы говорим о жизни. Все же прекрасно понимают. И в том числе и в Кремле понимают, что все дутые цифры. Вы знаете, да? У Мугаба было 74% у его партии. Рейтинг Саддама Хусейна был за 80%. А у Мугаба было 93%. Как и его 93 года. Да, вот и все. Но потом что-то происходит. И не считаться с этим нельзя. Хорошо. Поэтому я надеюсь, что они там это понимают. Что должен сделать президент? Какую политическую волю? И какие основные структурные, экономические и политические реформы по вашему мнению, сейчас нужны? До основания мы разрушим? Нет, подождите. Вы же слышали, например, политические лидеры Геннадьевич Зюганов говорят, что давайте переведем повестку выборов в повестку делового общения, выхода из кризиса. То есть, вот у нас есть люди, у нас есть предложения. Так или иначе, вот например, шесть лет назад предлагали вести прогрессивную шкалу налога. Президент об этом даже сказал. Тот президент, который был кандидатом, потом стал президентом, фамилию его называть бесполезно, он все время одноэтаж. И он сказал, да, надо об этом подумать. И шесть лет думал. Сейчас слышу опять уже речи. И уже премьер-министр того правительства, которое назначил президент, тоже сказал, что нужно все-таки водить. Об этом говорили коммунисты очень долго. О том, что, например, нужно половину денег оставлять на территориях, ну там, в субъектах федерации говорили все, Примаков. Сегодня Матвиенко заявила об этом. Вот видите. И все эти идеи известны. Вопрос только в другом. Слушайте, вы будете хоть что-то делать для того, чтобы на территории Российской Федерации жить можно было не только в крупном городе Москве и Санкт-Петербурге, а еще где-нибудь. Президент не может от этого все время отмахиваться. Ну, связанные с коррупцией дела. Ну, так или иначе. Нельзя все время говорить, что мы будем бороться и не бороться. Рано или поздно придется этим заниматься. Примаков-Масляков, 98-й год. Эффективно сработали за те 8-9 месяцев? Ну, при цене нефти в 20-30 долларов за баррель вывезти страну, и опять она стала производить, конечно, эффективно. Но вы знаете, как они этого достигали. Поставили под контроль валютную выручку. Поставили под контроль банки. Сделали так, чтобы производством стало заниматься выгодно. Ну, преференции отечественному производителю ввели. Это несколько, ну, несколько десятков, скажем так, шагов, которые привели к тому, что страна задышала. То есть, вы считаете, что те методы, которые использовали эти немолодые уже люди, ну, имеющие отношение во многом к коммунистической партии, Масляков уж совершенно точно, к современной коммунистической партии, можно во многом брать в качестве кальки сегодня, верно? Кто конкретно из людей, физических лиц сегодня способен это сделать в правительстве? Вот вы говорите, фамилии не важны. В нынешнем правительстве никто. Нет, я не про нынешнее. Из общественного или политического спектра. Слушайте, я их могу называть, их огромное количество. Назовите хоть несколько фамилий. Глазьев условно. Ну, вот видите, вы сами говорите. Вопрос в другом. Есть статистическое движение вперед, да, и есть направление. И с этим направлением вот эта команда должна справиться или не справиться. Ну, чем вам, например, Бабкин не нравится? Он говорит, Бабкин — это опыт, причем канадский опыт, одновременно российский опыт. Он на своей шее все это прошел. И почему вы думаете, причем он написал программу достаточно, на мой взгляд, реалистичную, и надо давать возможность профессионалам работать. Профессионалам конкретно. Представляете, в каждой отрасли есть люди, которых я могу называть, только зачем. Для этого есть другое. Есть политическая партия, которая говорит, что вот у меня есть команда профессионалов. Вот из этих профессионалов, я считаю, что вот эти должны пойти. И они должны им предложить. Президенту. Президент должен создать правительство народного доверия, все политические спектры, включить сюда и после этого начать работать. А у него сейчас не правительство народного доверия, у него 85% рейтинг. У него правительство народного недоверия. Народного недоверия. Конечно, потому что народ не доверяет правительству. А то, что он доверяет конкретному лицу, которое по большому счету рейтинг сделало с помощью вот этого голубого экрана, ну потому что, я прям прагматичный человек, меня всегда интересует результат. Вот что, огромное количество людей за чертой бедности, что, скажем так, разруха в сельском хозяйстве и в производстве, а это факты. Что, при том, что страна какая-то рядом находящаяся 7% в год растет, каком Китае, с какой-то как будто бы тоталитарной системой. А у нас она как будто бы не тоталитарная, а, извините меня, даже то, что министра правительства, главный чиновник Роснефти сажает в тюрьму, а сам не приходит и не выступает в суде, это что? Это не коллапс судебной системы вообще? И поэтому надо менять. Поэтому правительство народного недоверия и человек, которому сделали рейтинг. Приведу цифры про правительство народного недоверия. Фонд общественного мнения. 40% доверяю, 20% нейтрально, 40% не доверяю. Вот такие цифры. Я задал вопрос Людмиле Паутовой по этому поводу, который директор этого фонда. Она сказала, несмотря на то, что нам всем кажется, что это условное недоверие, вот цифры таковы. Ничего с этим не поделаешь. Знаете, еще раз. Я давно не доверяю тем, кто вот эти вот отчеты приносит. Ну, потому что совершенно другая ситуация, картина на земле просто. Вы можете сейчас спросить, сколько человек доверяет конкретно министру сельского хозяйства Российской Федерации. Ты можете прийти на любые цифры. Но если вы приедете в Краснодарский край и зайдете в каком-нибудь станицу, допустим, по какому-то районе, вы обнаружите, что эти данные вообще летят в тартарары. Надо опрашивать не таким образом, а совершенно другим. Но количество недовольных, их видно по количеству людей, которые ездят на машинах в той же Москве. Попробуйте рассказать, что мэр сделал правильно, что сузил улицы, что он положил столько раз плитку. Попробуйте. Хотя рейтинг мэра, если вам будет та же структура рассказывать, будет там 70%. Ну, выше 50 точно. Но смотрите, еще недавно, до того, как президент Путин выдвинулся в качестве потенциального кандидата в президент на 18-й год, обсуждалась в том числе возможная кандидатура Медведева в качестве потенциального президента на 18-24. И это не вызывало никакого напряжения в обществе? Говорили о том, что изберут любого, на кого покажет Владимир Путин? Во-первых, общество не идиоты. Прекрасно понимает, что этого не произошло. Вот вы уверены, что если бы, что не могли бы выдвинуть Медведева, а если выдвинули, его бы не выбрали? Необходимости греть место президента у нас еще через срок не нужно уже. Этого не было. И поэтому все прекрасно понимали, почему Медведев появился, и почему он потом пропал, и какие договоренности были. Все это знали. И ни у кого нет сомнений, что Медведев слабый премьер. Причем их нет ни по ту сторону Кремля, Кремлевской стены ни по эту сторону. Все знают. Подождите. Но вы же понимаете, ну давайте так честно, если ты хочешь казаться сильным, ты должен собрать очень много слабаков вокруг себя, и ты, подняв два раза гирю, окажешься гораздо сильнее, чем те, которые даже по разу ее не подняли. И вот этот вот принцип, все остальные рядом со мной гораздо хуже, и глупее, и не могут ничего организовать, этот принцип действует у нас. И поэтому вычистили поле, в том числе и политическое, так, что никого не осталось. Есть только люди, которые, ну точно хуже, чем наш самый главный кандидат. Вот и все. И тут то же самое. Ну какой Медведев, извините меня, конкурент президенту Путину. Ну какой? Да никакой. Ну, а если президент не идет, а идет Медведев, и президент говорит о том, что это мой кандидат. Подождите, еще раз. Это нужно сделать только в одном случае, чтобы этот кандидат ни в коем случае не стал по рейтингу выше, чем ты. И Медведев прекрасно доказал, что он по посту президента никакой опасности для своего шефа не представляет. Но в 2008 году он получил голосов больше, чем Путин на выборах. Подождите. Еще раз. Он получил голоса только по одной простой причине. За его спиной все время маячила фигура будущего премьер-министра. А зачем он наводит сейчас такого тумана, что в этом политическом сезоне не будет он президентом, а потом, возможно, вы верите в его политические перспективы? Слушайте, если кто-то наводит туман, то это значит, что он хочет что-то скрыть. Согласны с этим? Совершенно. Зачем? Ну потому что ты можешь сколько угодно. рассказывать о том, что ты великий, но как это отливаешь в гранит свои слова, что-то такое ляпать. Но все же прекрасно знают, что реальная власть находится, даже вот та премьерская власть находится в другом месте. У нас два правительства, вы это знаете, не хуже меня. Одно сидит внешне, а другое сидит в администрации президента и немножко командует, поправляет тактическими вещами. Да. Причем так поправляясь, что потом уже не разберешься, к кому обращаться. Хорошо. Павел, вы сегодня несколько раз сказали о сельском хозяйстве. Тему вам близка, безусловно. Вот можете постараться сначала коротко описать ситуацию в сельском хозяйстве сейчас в России, насколько это есть действие либо бездействие правительства, а потом постараться дать базовые рецепты, которые на поверхности, для того, чтобы эту ситуацию возможно управлять. Ситуация в промышленной сельском хозяйстве примерно одна и та же. То есть, это полный развал, разгром. У нас рекорды, Павел. Нет, у вас может и рекорды. У нас 140 миллионов тонн зерна больше, чем в Советском Союзе. Мы лидер по экспорту. Вот, что нам рассказывают. Американцы боятся нашего засилия в сельском хозяйстве. Боятся, пишет Вашингтон пост, боятся русских. Слушайте, если кому-то хочется говорить неправду, то я в этом не хочу. А врут цифры? Нет. Во-первых, у нас бумажное зерно, о котором много говорили. Что это значит? Это значит, что иногда бункерный вес не совпадает с реальными потом, скажем так, после обработки зерновыми ресурсами. Второе. Я всегда спрашиваю, слушайте, а есть ли у нас такое количество зерна, то за последние 20 лет сколько новых элеваторов мы построили? И где хранится это зерно? Вы можете рассказать? Я не специалист. Ну вот и я. А я специалист. Могу вам сказать, что очень много зерна скорее всего сгниет, не дожив до следующего урожая. В прошлом году сгнило? Да. Попало очень много зерна. А вот еще вам пример. Вы знаете, какое огромное количество денег тратит государство на сохранение этого зерна на элеваторах? Так вот, недавно министр заявил, что для того, чтобы хоть как-то провести интервенции, вы знаете, что это такое, нужно еще 10 миллиардов на то, чтобы это зерно еще хранить. Они же потом не знают, куда его деть. Интервенции там небольшие, по-моему, миллион тонн всего. Сколько? В результате они потратили, по-моему, 4 или 5 миллиардов на хранение. Сейчас должны всем элеваторам. И эти элеваторы заполнены старым зерном, то есть мы за год не разобрались с этим. А новых мощностей для хранения зерна, для перевалки его, вывоза у нас нет. И поэтому, скорее всего, вот реальное действительно сильно отличается. А какая вам разница, сколько вы произвели зерна, если оно в большом количестве пропадет в тех местах, где оно произведено? Вас это радует? Меня не радует, я просто слышу, как нам каждый день рассказывают про надои и про рекорды. Вам могут рассказать все, что угодно. Но вот, например, информация от бывшего заместителя министра сельского хозяйства, который говорил, да, мы производим очень много овощей и картофеля, и также фруктов. Но 50% фруктов, плодов и 30% овощей пропадает там же, где мы произвели. Хорошо. Рекорды птица, свинина, мясо. Какие там рекорды? Мы полностью импортозамещены. Да, вот смотрите, вы, например, не имеете деньги на то, чтобы купить курицу, свинину. Я вам сейчас по-другому посчитаю. Я об этом, кстати, недавно говорил на парадомистских слушаниях. Что такое продавательственная безопасность? Это когда мы знаем, что у нас, допустим, 140 миллионов населения, а каждый человек... Не считаете? Слушайте, неважно, 147, 145, без разницы. Какая разница? И каждый человек по нормам Всемирной организации издрехания должен съесть, допустим, 120 килограмм мяса и мясопродуктов. И вот Российская Федерация, которая потребляет 77 килограмм на душу населения, она говорит, меньше, чем африканские страны некоторые, меньше, чем в среднем в мире это 90, она говорит, считает, что она себя полностью обеспечила мясом. А я говорю, нет, давайте по-другому. Давайте возьмем среднеевропейские, среднеамериканские показатели, а мы же все-таки не развивающаяся страна, а страна богатая, да, вот умножим 140 миллионов на 120 килограмм на душу населения в год и получим общий объем мяса, который нам нужно. А потом посмотрим, сколько мы произвели, и вдруг выяснится, что никакого продавательной безопасности у нас нет. Если мы начнем, нормально есть. То же самое с молоком. Вот, кстати, про это зерно. А что такое зерно? Это зерно, это сырье для производства молока. Но мы ввозим огромное количество молока, потому что мы не, ну, сухого молока, всякого пальмового жира и всего остального, потому что мы не можем обеспечить натуральным молоком и молокопродуктами своих граждан. Почему не можем? Две вещи. Первое, граждане могут купить натуральные продукты, деньги у них закончились, причем давно падают реальные доходы населения, и поэтому они покупают пальмовый жир, ну, пальмовое масло, замените, животных жиров. Но если вы возьмете, как было в Советском Союзе, 400 килограмм молока и молокопродуктов на душу населения, умножите на 140 миллионов, поймете, сколько вам нужно будет молока, например, да, натурального молока, а не какого-то суррогата, тогда вы скажете, слушайте, а у нас и коров-то не хватает, мы когда-то имели там, там, огромное количество, сейчас считают, что у нас 30 миллионов в поголовье, а на самом деле 20 миллионов, потому что эти 10 миллионов никто найти не может. Вот, и тогда возникнет вопрос, а сколько денег надо вложить и сколько зерна нужно для того, чтобы получить вот такое количество молока и такое количество мяса. И вдруг выяснится, что в 1979 году, по-моему, мы произвели примерно столько же зерна, 129 миллионов тонн, а зерна нам не хватало, мы еще докупали. Почему? Да потому что мы мясом себя, ну, там, я понимаю, что был военные нужды, мы там кормили еще много стран африканских, возили туда еды, очень много, ну, многое делали, но в результате-то мы оказались на том уровне, который 30 лет назад достигли. Вот, а вот реально все наши успехи в так называемой продовольственной безопасности, это успехи химических и других структур, которые кормят нас фальсификатом, очень похожим на натуральные продукты. Ну, это фальсификаты, все это знают. И поэтому я считаю, что никакой продовольственной безопасности мы не достигли. Вы знаете, Никита, да? Продовольственной безопасности это две вещи. Первая, физическая доступность продовольствия, качественно натурального. Вторая, экономическая доступность продовольствия. Правительство нанесло оглушительный удар по экономической доступности продовольствия. Оно сделало людей нищими, в результате они не могут купить натуральную еду, а правительство говорит, слушай, у нас все хорошо. И я вот на парламентском слушании сказал, что, а давайте, если вот на секунду представьте, уберите весь фальсификации полок, перейдите на ГОСТы Советского Союза, знаете, что будет на полках? То же самое, еще хуже будет, чем при Советском Союзе. Полки будут пустыми. Но, вы когда приезжали в Советском Союзе в любой магазин, вы видели трехлитровые банки с соком. Видели? Был. Березового даже. Любого. Томатного, яблочного. А теперь вы приезжаете, видите пакеты с китайским концентратом. Если все это убрать, ну, это не натуральный, ну, скажем так, это восстановленный сок, то вы обнаружите, что у нас вместо улучшения произошло ухудшение. Потому что тогда было сырье для этого сока. Тогда огромное количество небольших заводов, Роспотребсоюз имел, заводы давали работу крестьянам на селе. Все это сырье стекалось, собиралось, перерабатывалось, поступало. Да, у нас было плохо с хранением. Сейчас вот новые технологии позволяют очень хорошо хранить. Но у нас тогда не было такой проблемы с сырьем. А теперь у нас проблемы с сырьем. У нас есть завод, мы его сохранили. Мы теперь покупаем яблоки, как сырье, в Белоруссии. Представляете, в Белоруссии. Это белорусские? 500 килограмм. Да, именно сырье, которое мы покупаем, это так называемые нестандартные яблоки. Нестандартные яблоки никто не повезет из Польши и еще откуда-то. Это нестандартные яблоки, которые вот только можно купить в Тамбове. Но традиционных садов уже нету. Огромного количества яблок нет. Есть только нетрадиционные, интенсивные сады, на которые нужно, во-первых, много денег затоть, чтобы их посадить, а потом много людей, которые бы там работали. Я говорю, слушайте, а если людей на... Нет на территории. Если вы не модернизировали производство, вы знаете, что больше 50% тракторов и 58% комбайнов за чертой срока службы 10 лет. То есть, они не модернизированы. Я спрашиваю, а чем вы убираете зерно? Каким образом вы достигли такой урожайности? А главное, где вы храните? Вы знаете, что американцы сделали? Они 50% от затрат, связанных со строительством емкости для хранения зерна, компенсировали фермерам. Не кредиты давали, а компенсировали фермерам. В результате, в Америке на два урожая емкости для хранения. А попробуйте посчитать наши емкости для хранения. И, скорее всего, то, что всем кричат «Ура, ура!» привело к тому, что их просто негде хранить. Поэтому цена упала, знаете, По данным Российского зернового союза на 30%. На самом деле, еще и больше. И, поскольку зерно стало ниже себестоимости в цене, крестьяне не покупают, как в прошлом году, например, новых такторов, не модернизируют производство, не могут отдать кредиты. А зерна-то много. Так что же все-таки радует правительство? Что зерна много? Или то, что доходность сельского хозяйства стала ниже, извините, городской канализации? Скажите, а кормят нас лучше, чем в Советском Союзе или хуже? Вы спросите у своей мамы, у вас была аллергия? Была. Да. А что и как? Диатез. Диатез. Да. А теперь аллергия у каждого вообще. А почему? А вот эта история с фуражным зерном, там что-то, пятый сорт и так далее. Похоже на правду. Появились новые технологии. Да. Вы можете применить, уже хлеб сделать вообще без зерна. Да, эти технологии, то есть, есть понятие кликовины, ну там многих факторов. Мы производим некачественное зерно, все это знаем. Но государство не стимулировало для производства качественного зерна. Нам же главное вал, а что в этом вале в валовке появилось, это же одному богу известно. Что такое бумажное зерно? Вот скажите еще раз. Вы про приписки что-нибудь слышали? Ну я слышал, понимаю, но вы как профессионал расскажите, ложь 140 миллионов реального зерна или нет? Я думаю другое. Никто толком не знает сколько произведено. Потому что отчетность наша, она очень, ну скажем так, неправдива. Мы когда-то общественный совет при Минсельхозе встречался с общественным советом Росстата. И мы говорили, слушайте, ну хватит врать, ну посмотрите, что вы делаете. Мы точно знаем, что у нас нет такого количества молока. Точно знаем, что нет такого количества картофеля. Что не могут вручную 90% картофеля и овощей вырастить на личных подворьях. Потому что вручную это сделать невозможно. Ну и многое другое им рассказывали. Они говорят, а знаете, у нас система какая? Нам губеранторы отчитываются. Мы из губернии получаем то, что получаем. Она говорит, а поскольку все это складываем, реально мы не можем ничего рассказать. в 16-м году прошла перепись. Помните, да? Всероссийская. Она вдруг выявила, что количество занятых в сельском хозяйстве упало на 43%. То есть было 3 миллиона 100, а сейчас миллион 700. С какого периода? За 10 лет. За 10 лет. С 6-го по 16-й. Потому что перепись предыдущая была в 6-м году. А вот модернизации не произошло. Но это меньшее количество крестьян без модернизации стало производить большее количество зерна. Вы можете это объяснить? Без модернизации. Комбайны ходят по той же... Не могу. Вот и все. Объяснить ничего невозможно. Или, например, такая интересная вещь. У нас 140 миллионов, из них 100 миллионов живет в городах. А 40, соответственно, в насилии. Из них 15 миллионов лишних. Но в результате появляется 30 миллионов как будто бы молока, но только 18 или даже 16 миллионов товарного молока, то есть который перерабатывается. Получается, куда девается остальная часть молока. Его выпивают там же, где произвели? Но 40 миллионов не может выпить столько же, сколько 100? В деревне. Причем низкое. Получается, что приписки по молоку составляют минимум 30 процентов. Зачем? А вы слышали что-нибудь о рейтинге губернаторов? Губернатор отчитывается. Он должен читаться не хуже, чем в прошлом году. Вот он сидит и отчитывается. У нас есть одна республика, где поменяли президента. Ну, республика главу. Да, главу. А, кстати, кто президент, то глава. Представляете, у них сразу на 30 процентов упала продуктивность коров. И молока. Они просто сказали, хватит врать. И перестали врать. Это известные... Вот я вам... То есть, вы хотите сказать, что мы когда-то узнаем, сколько реально мы производим, что производим, как потребляем и так далее? Конечно. Что такое поголовье? Считают 30, а реально 20. Что, 10 миллионов они испаряются? Вы понимаете, сама система отчетности начинается где-то очень внизу, начиная с главы поселения. Так. А потом проходит главу района, потом министерство, в общем, сельского хозяйства территории, потом губернатор, потом еще кто-то. Еще каждый корову дописывает там. Конечно. Тучные стада. Если взять по отчетности, то, например, коров в личных подсобных хозяйствах все больше и больше. Да? А я все спрашиваю, а слушай, а как они доят? Ведь на личном подсобном хозяйстве, где есть 8-10 коров, ты не поставишь дальний аппарат. Ну, его просто не существует. Значит, они что, вручную доят? Для того, чтобы вручную подоить, нужны люди, много, достаточно людей. А если у тебя людей из сельского хозяйства по документам ушло, если в деревне было там 20 домов, а осталось 2, то кто доят этих коров? Ответ приписки. 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 Понятно. Для отчетности в Москву хорошие, а Москва отчитывается перед населением, как все хорошо. Нет, я опять же на этих парламентах сказал, что мы живем в разных странах, мы реально смотрим на вещи, а они живут по бумаге. Но в 90% случаях руководитель принимает неправильные решения, потому что неправильно доложили. Ему уже сказали неправильные цифры в начале, соответственно, легко ошибиться. Тот, кто рассказывает президенту о том, что у нас все хорошо в сельском хозяйстве, врет ему просто цинично. И достаточно приехать в любую деревню, допустим, в 20 километрах или в 100 километрах от крупного города, даже вот в Москве мы сейчас поедем с вами. У меня был такой пример. Все же рассказывают о том, что хорошо, к нам приезжали делегации баварского парламента. Они ехали с завода Эрман, это в районском районе, в Ленинский район. Мы ехали не по кольцевой дороге, а просто напрямую через поля, грубо говоря. И когда они приехали, председатель этого, скажем так, комитета по сельскому хозяйству спросил меня, слушайте, а как так у вас все поля заросли бурьяном? В Московской области не обрабатывается уже на протяжении 50 лет поля, которые находятся в 10-20 километрах от кольцевой дороги. О чем это говорит? О том, что мы врём даже в Московской области. А в Московской области нельзя врать. Я вспомню, почему в Московской области врать сложнее. Знаете почему? А потому что все ездят через Московскую область. Все чиновники Москвы выезжают к себе на дачи в Московской области. в Московской области. То есть, иными словами мы не стесняемся врать даже там. Даже здесь. Даже здесь. Павел, две минуты буквально что надо сделать грубо с сельским хозяйством и с экономической стратегией вы потихонечку сказали для того, чтобы эту ситуацию выправить. Никит, мы двумя минутами не обойдёмся, но изменить государственную политику. Например, взять и сказать, слушайте, хватит в Америке, в Европе финансируется сельское хозяйство, поскольку это безопасность продовольствия, только из бюджета федерального. Сделать государственную программу. Губернатор не должен решать, что мне нужна птицфабрика вот здесь, а в 100 километрах стоит с другой стороны птицфабрика, они друг другу мешают. Создать экономические условия для развития села, то есть, направить деньги на село, дороги, прекратить сокращать больницы, поликлиники. Вернуть людей в село? Конечно. Сделать жизнь на селе не хуже, чем она в городе. Сельское хозяйство может стать основой российской экономики? Ну, давайте так, она всегда и была. Ну, 100 лет назад она была на 85 лет аграрной страной России. Сегодня она может стать точкой роста? Да, условия совершенно изменились. Если вы сделаете государство, то есть, людей богатыми, ну, не бедными, ну, по крайней мере, состоятельными, они захотят есть нормально. И это огромный потенциал роста сельского хозяйства. Ни одно сельское хозяйство на экспорт никогда не развивалось. Знаете, что в Бразилии есть два министерства. Одно министерство сельского хозяйства, которое занимается крупными агрохолдингами, а другое сельских территорий, которое занимается мелкими, средними. Это два совершенно разных бюджета. И когда вы это делаете, значит, главное, чтобы, опять же, люди вернулись в село. Невозможно всех собрать в город. Но это такая большая программа. Например, Советский Союз написал программу на 25 лет. Мы можем слезть с нефтяной иглы и залезть на сельскохозяйственную иглу? Мы можем сделать следующее, что сделали в свое время. Мы можем сделать так, чтобы нефтяные доходы не были главными. Если залезть, конечно, мы можем. Вопрос, кто же нам даст? Они же сами не хотят слезать с нее. Мы, если захотим, это сделать. наше правительство. Ну, вот про правительство разобрались. Если вдруг политическая воля президента будет таковой? Мы же не сидели на нефтяной игре никогда в Советском Союзе. С 60-х годов. Секунду. То, что мы тратили деньги неправильно, может быть, не совсем правильно, это да, это факт. Мы там повограчивали северные леки вспять. Мы много чего делали из того, что не надо было делать с точки поддержания коммунистических режимов где бы то ни было. Мы тратили огромные деньги не туда. А вот если мы потратили деньги на обустройство своей страны, мы сейчас жили как в Арабских Эмиратах. Это мы гарантируем. Ну что ж, у нас сегодня состоялся обстоятельный разговор относительно перспектив правительства Медведева в новом президентском сроке Владимира Путина. С нами был Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина. Мы разобрали сегодня и общие экономические вопросы и потребности которые нужны стране и в частности сельскохозяйственную отрасль которая по мнению Павла Грудинина может стать одной из точек роста российской экономики. Но для этого всего нужна политическая воля которой у страны сейчас не существует. Это был Никита Исаев Свободная пресса и наша открытая студия. Редактор субтитров А.Семкин